Минэкономики озвучила прогнозы социально-экономического развития страны на 2023. Весомый вклад по-прежнему вносит промышленность. Прирост наблюдается ежемесячно. Увеличатся и реальные доходы населения. Дополнительно около 3 миллиардов рублей пойдут в фонд оплаты труда. Из них бюджетникам более 2 миллиардов. Формирование стоп-фондов практически завершилось. В этом году объемы запасов увеличены в 3,5 раза. Строгий регламент закладки по каждому виду овощей. Вопрос сохранности урожая на особым контроле. КГК проводит проверки во всех регионах. К работе подключились профсоюзы МАРТ и Минсельхозпрод. Нотариусы бесплатно проконсультируют всех желающих 2 декабря. В республиканской благотворительной акции примут участие все нотариальные конторы и бюро страны. Жители и гости Беларуси смогут задать вопросы об оформлении наследственных прав, составлении завещаний, брачных договоров. Обратиться можно лично, по телефону или через мессенджер. ГАИ призывает выбирать безопасные склоны для катания на санках и тюбингах. Уже зафиксировано более 10 случаев детского травматизма. Следует обратить внимание, чтобы съезд не выходил на проезжую часть. Отдавать предпочтение нужно горкам, расположенным на закрытых для транспорта территориях, школьных дворах, парках и стадионах. В городе можно будет бесплатно сделать тест на ВИЧ. Акция пройдет 30 ноября с 17 до 19 часов по адресу Минская, 133. Тестирование анонимное. Результат через 15 минут. Здесь же в обручании смогут получить консультацию врача. Профилактическую площадку организует Центр гигиены и эпидемиологии. ПОДПИСЬ! ФИЛЬБОВРУ Bi Еще Продолжение следует...